Перед просмотром данного видео хотел бы сделать небольшое объявление, рассказать вам о новинках компании Blackview. Компания Blackview выпускает не только защищенные модели, но и современные смартфоны по доступной цене, такой как A80 Pro. Смартфон поставляется с четырьмя камерами, большой батареей и сканером отпечатков пальцев. Легкий стильный телефон в четырех разных оттенках. Его можно будет заказать на Алиэкспресс. И в честь выхода смартфона на мобильный рынок данная компания запустила конкурс, в котором разыгрывает 10 смартфонов. Условия конкурса. Вам нужно будет подписаться на их социальные сети. Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Ютуб. И на Ютубе посмотреть ролик и угадать цену данного смартфона на Алиэкспресс. Так что, ребята, дерзаем, не упустим свой шанс. Все ссылочки на конкурс я оставлю в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас кое-как поднялся в крутую гору. У нас, друзья, смотрите, какая достопримечательность. Вот здесь вот я живу с маленьких лет. Приехал сюда, с Красноярского края. Может, кто знает из вас, Шарипово город. Вот там я, ребята, жил до 6 лет. Потом мама с батей разошлись. И я приехал вот в такую вот горную шору. И здесь с 7 лет до сих пор, друзья, живу в таком живописном месте. Сейчас я еще с телефона, друзья, вам сделаю видео. Кадры. Смотрите, какая красота, да, друзья? Там вон солнышко встает. Раннее утро, сейчас морозное. Причем еще. Красота, да? Неописуемо. Я, друзья, нисколько не жалею, что живу здесь, в нашем поселке. Поселок, друзья, 6000 населения раньше было, а сейчас где-то 4200, в общем, народу живет. Но не так уж много. Ну, как говорят, где родился, там и пригодился. Хоть я и не родился здесь, но все-таки с маленьких лет живу. Ну, что, ладно, отправляюсь, в общем, погулять по лесу. Посмотреть следы животных. Бегать, кто нет. Зайцы должны уже бегать. Лисы, волки, медведи. В общем, друзья, все есть у нас здесь. И рыси есть. Так. Сейчас пробую заснять, ребята, вам наши виды. Вон там он у нас котельная. Вон там фабрика, где обогащают железную руду. А вон там, вон в конце шахта, где ту самую железную руду добывают у нас. У нас здесь работы практически нет, очень мало. Все, ребята. Потихоньку наступает зима, начал уже капитально ложиться снег. Природа у нас все-таки замечательная здесь. В общем, друзья, куда ни глянь, куда ни пойди, у нас везде одни горы. Даже в магазин за хлебом сходить, и то нам надо идти в гору. Вот. Вон там, вон там он. Я был сейчас, снимал вон с той лысины. И вот данная гора, она стелется до самого конца нашего поселка. А вон та гора, ребята, вон та вон, самая высокая. Это у нас спящий вулкан. Там разведывали геологи и нашли уран. Когда бурили, уран нашли и сказали, что это спящий вулкан. Так что он вот в любое время может проснуться, друзья. Когда, если самый главный вулкан, где он, Юлунстон, начнет извергаться, то все вулканы проснутся. Вот так вот, ребята. Вот в такой гористой местности я живу. Ну, у нас большинство тайга здесь. Лес. Лес такой смешанный. Но большинство, я бы сказал, хвойный лес. Так что сегодня маленько прогуляемся. Подышим нашим чистым сибирским воздухом. И что-нибудь сготовим вкусненькое. Разведем костер. Так как на улице морозный сегодня. Ну, а вот и первые обитатели леса. Видать, прошла лиса сегодня. Недалеко. Смотрите, ребята. Вон, оттуда шла. Оттуда. И пошла, видать, вон туда. karate. Там. Спасибо. АПЛОДИЦИИИ! Здесь, пожалуй, я остановлюсь. Здесь я и начну свое расположение. На этом месте живописное место. Такое другое. Такое другое. Сейчас наломаем дрови. Для костра. Сучья трещат. Морозное все. Во льду. Вчера была дождь. Должно разгореться. Они во льду. Видите, друзья, какие. У нас сегодня было около 20 градусов мороза. В общем, все замерзало. Климат меняется, друзья, резко. То тепло стояло, то резко похолодание. Сейчас приготовим обед. Обед в лесу всегда вкуснее. И отдыхаешь душой в лесу. Спокойствие чувствуешь. Наслаждаешься, знаете, друзья, наслаждаешься вот этим запахом. Тайги, хвоей. Не знаю. Чистый воздух. И так, ребята, сегодня будем готовить. Даже не знаю, что. Что мы здесь приготовим. Так. Попьет. Так. Где она? Колобка. Так. Где она? Сегодня мы приготовим с вами вкусное блюдо. Картошку с грудкой и с яйцом. Я думаю, будет очень вкусно. Маслечко. Грудка. Куриная. Так. Хлебушек. Еще, друзья, думаю, сделать это. Чаек. С шиповника. Взял с собой немного шиповника. Так. И картошка с луком. Сейчас, в общем, почищу картошечки. И будем готовить. Так что, думаю, будет очень вкусно. Так. Я уже сделал своеобразную плиту, чтобы поставить сковородку. И сейчас обжарим нашу грудку. Так. Маслечко. Немножко. О. Вот так. Сперва обжарим куриную филе. Потом картошку. И потом все это дело зальем яйцами. Думаю, будет очень вкусно. Опа. Вот. Не знаю, две или одну. Две, наверное. Две. Повкуснее будет. О. О. Две. 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 Продолжение следует... Сейчас заодно поставим чверчик, заварим шиповника. Скотелок, друзья, не хочу я просто на костре портить, поэтому таскаю с собой газовую печку. Вот. Сейчас в водичке дадим. Так, ну вот и грудка наша обжарилась. Сейчас пожарим, выложим ее, пожарим картошечкой. Смотрите, какая золотистая. Сейчас заодно картошки сразу. Самолет летит что ли? Картошки много не буду. Так. На раз пообедать. Это у меня чисто обед сегодня в лесу. Таежный такой был. На свежем воздухе всегда же вкусно. Блин, думал самолет летит, друзья, а это у меня это. Как она называется? Газовая печка. Работает. Такое ощущение, как будто самолет летит. О. Ну вот. И картошечка. А потом все это яйцами зальем. Будет, я думаю, очень вкусно. Сейчас надо маленько дровишек подложить. То что-то у меня тут прогорает. О. Что-то получилось наподобие печечки. Такой. О. Сейчас мы это все сдвинем. Вот так вот. И она будет, как печка, работать. Потом мучок обжарим. Повожим. Ну что, мои драгоценные ребята. Что-то пришло время разбивать наши яички. О. Красота какая. Опа. Ну и последняя, наверное, а то много будет. Так, так, так. Кожура. Кожуру мы не едим. А еще одного разобьем. Вкуснее будет. Друзья, вот здесь, мои хорошие. Так. Сейчас мы это все дело посолим. Наше блюдо. О, картошка с яйцами и с грудкой. Спробуйте, друзья. Это очень вкусно. Сейчас. О, картошка с яйцами и сахаром. Сейчас еще чаек шиповником будет. Будет вообще здорово. слюнки текут картошка готова уже можно я думаю уже кушать чай там что-то долго сейчас еще хлеб надо подогреть холодный хлебушек вот так вот уже разложил чтобы подогрелся маленько хлеб замерз под застыл маленько ну присоединяйтесь к обеду ребята на улице мороз а мы в лесу обедаем что может быть лучше да ребята не поваляешь не поешь я думаю хватит на яйца жарить зря чашку брал так ну друзья к столу так как я берите будет уже хлеб поджарился зажарился хлеб маленько смотрите ребята чуть-чуть подгорел вкусно тиша Смазик у нас там белое-белое Обалденно вкусно Что тут газом воняет Газ следопыт Плохой очень Или печка уже Пропускает газ у меня Сидишь и газом пахнет Раньше такого не было Погода сегодня солнечная Хоть снега нет Вчера был снег с дождем А сегодня мороз Сразу ночью Минус двадцать пять Двадцать было где-то И все деревья Опять обледенели У нас Вот ребят Отобедал Оставшиеся хлебушек Птичкам оставим Они тоже Хотят обедать Вон дятел стучит Где-то Пышит Дятел долбит Где-то рядом Ну вот Птичкам Обед будет Семечек У меня с собой нет Насыпать нечего Так что Есть хлебушек Так Ну вот ребят Думаю видно Да Вот из этой маленькой Елочки Через лет Двадцать пять Тридцать лет Вырастет Вот такая Вот елка Вот такая Толстая Большая Высокая Вон видите Друзья Или вот тоже уже Елочка Растет Маленькая такая Из нее тоже вырастет Большая Пихта Которую Китайцы Вырубают Вот она Представляете Сколько она растет Она растет Не меньше Двадцати пяти Тридцати сорока лет Чтоб Достить Возраста Своего Для строительства А люди Не ценят Ничего У нас В жизни Вот Так вот И получается Друзья Вот такие елки Растут Много-много лет А их пилят Косят И отправляют в Китай Закипела у меня вода У нас Положим Немного Шиповника Таких Вот Ягодок Пускай запариваются И Будет Вкусный Витаминный Чай О Камера Запотевает Погуще Много Вот Пускай Настаиваются Растеёк вот и готовы наши витамины осени ароматы сейчас будем пробовать настоялся наш шиповник ну ему надо наостояться всего где-то минут 15-20 и можно пить кто если не знает друзья в шиповнике очень много витаминов всяких разных о как настукивает а не подпустил к себе кстати дятел хотел его на камеру снять не дается аромат какой вкуснотищей ребята все костер прогорел сейчас буду собираться домой так как завтра на работу мне идти рано вставать ну что ребят в путь домой ладно друзья всем пока с вами был канал сибирский бродяга до скорых встреч увидимся в походе